И то, что произошло сегодня, происходило в течение дня в Кишиневе, для меня понятно, что кто-то пытался покрасить проблемы ветеран в политический цвет. Кто-то, испугавшись протестов, которые сейчас могут начаться по всей стране, начали в истерике с утра, там разные телеграм-каналы, что вот унионисты Усатого пошли вперед, назвать фамилию там какого-то дяди. Я как посмотрел в интернете, этот оказывается там свастику, фашистскую там рисовал на светских памятниках, и такой человек привязывает ко мне. А это все агонии правящей власти, агония партии социалистов, которые, ну, просто испугались как бы первого протеста, потому что многие о ней говорили. Значит, ну, сегодня был, скажем так, первый колокольчик. У нас все политики пытаются объединить общество в предвыборную кампанию. Ну, и, ну, время с дивизом Четосейни, Индряб, Танстынга, Тотсуд Молдовень, там, короче, ну, просто слушаешь их плакать хочется. А тут Дадон кричал, запретим унионизм, русский язык второй государственный, и так далее. Где? Все, все забыли. Поэтому сегодня, да, там были некоторые провокаторы, это я тоже заметил. Но люди, я посмотрел, чем закончился их сегодняшний протест, они приехали сотни людей из разных городов страны, насколько я понимаю. Но я смотрел сейчас вечером их встречу с КИКО, главное их требование, которое они выдвигали еще месяц назад, чтобы при правительстве был создан департамент, который будет заниматься проблемами всех ветеранов. Я абсолютно солидарен со всеми ветеранами локальных конфликтов. И в 2014 году в программе мы, по-моему, не по-моему, точно написали о том, что нужен единый день ветеранов локальных конфликтов. Кто-то воевал в Вьетнаме, в Афгане, Приднестровский конфликт, а что тут такого? Сегодня власть показала, что она не просто испугалась улицу, она, во-первых, к ней не была готова. И то, что говорят, что это было организовано заранее кем-то, я лично, но это мое мнение, я не верю, что это было кем-то организовано заранее. Потому что, если бы организовывали заранее, когда начинаешь собирать 100-200 человек кишнев на протест, знает СИП, МВД и так далее. И поверить в то, что никто про это не знал, если это готово заранее, естественно бы, ну, уже сегодня бы их там встречали, маски шоу и так далее. Поэтому не смейте, товарищи, политики-негодяи, прятаться за спины ветеранов, выставлять их вперед, как живой щит. Не смейте сегодня оскорблять кого-либо из них, потому что у каждого из них своя боль. Кто-то потерял товарища, кто-то потерял члена семьи, кто-то получил... У кого-то ближайший человек стал инвалидом, и нужно за ним всю жизнь ухаживать, потому что государство вложило на них в течение всех 30 лет последних. Поэтому сегодня они вышли, сделали то, что посчитали нужным, и они проявили свою гражданскую активность. Сегодня, 2 марта, значит, во многих городах Молдовы, во многих населенных пунктах проходили мероприятия, мероприятия, памятные мероприятия о событиях, которые произошли, а именно, я сейчас говорю о Приднестровском конфликте. Много разных мнений об этом конфликте, но важно другое, и самое страшное то, что погибли люди. Погибли люди, которые некоторыми воспользовались политикой, некоторыми воспользовались полуполитикой, но важно, что эти люди защищали свою страну, потому что они боролись именно за это. У кого там были свои какие-то скрытые интересы, это другое, об этом поговорим как-нибудь отдельно. Значит, в Бельцах сегодня, значит, было проведено ряд мероприятий. Вы знаете, очень организованно, дружно. Значит, сначала вместе с ветеранами, вместе с комиссариатом полиции участвовали в мероприятии, в траурном шествии. Значит, возлагали цветы погибшим. Сначала начали перед комиссариатом полиции Бельц, потому что в этом конфликте погибло трое полицейских бельчан. Более десяти получили ранения. Значит, потом возложили цветы у памятника Штефана Чалмаре. Потом, значит, спокойно, организованно, значит, прошлись к воинской части, которая находится в муниципе Беллс. Там также есть памятник двум погибшим солдатам в этом конфликте. Значит, я специально сегодня отказался выступать в микрофон, потому что такие, такого рода мероприятия политизировать нельзя. Продолжение следует...